Доброе утро, город область. У нас в гостях на пятом ряду, четвертом месте, актер театра Афанасьева Вячеслав Шевчук. Доброе утро. Доброе. Доброе, наверное, да. Ну, я впервые, наверное, как актер, несешь в ряду. В пятом, на четвертом месте, или наоборот, я же не понял. Это вообще, конечно, интересно. Не получается. Позиции интересные. Редко у вас, да, удается посмотреть из зала, что ли? Да, в последнее время совсем не хожу в театр. Когда в последний раз были? Что смотрели? А, ну, вот в Питер ездил на, у меня была творческая командировка, ездил на фестиваль балтийский, и в балтийской что-то такое там происходило, балтийская волна какая-то. Вот, ну, в общем, ну, вот я посетил, посмотрел спектакли. Самое большое впечатление произвели спектакли не такие именитые, там, скажем, Бутусова спектакли в театре Инсовета, а театры грузинских женщин, на которые меньше всего хотелось идти, нет, особенно, это было бы... Это не режиссера, в смысле, женщина? Нет, нет, режиссером был мужчина, огромный, такой красивый, лет 80 грузин, вот, значит, с ним шел маленький грузин, такого уже примерно возраста, только маленький, вот, такие, прям как из фильма, из фильма. Я подошел, сказал, Гамаджуба, понимая, что, видимо, они имеют отношение к этому спектаклю, который вы показываете через несколько минут, они говорят, Гамаджуба, а я сказал, ну, вот, радуюсь вообще видеть вас на этом фестивале, а что хорошего, сказал мне, я говорю, как, ну, призы спектакля, мы посмотрим, насладимся. Я говорил, думая, что увижу что-нибудь вроде ханумы, какое-то такое яркое, яркое зрелище какое-то увижу, а был спектакль про лагеря, про женщин-грузинок, которые были репрессированы в 30-е годы, там, про страшную их жизнь, играли какие-то, они были какие-то очень странные, такое ощущение, что немножко из самодеятельности, и все были разных национальностей, русская одна всего была в этой вот труппе, вот, и вот они про троцкисток играли спектакль, никто не остался равнодушным, особенно были неравнодушны две женщины, которые сидели справа и слева от меня, потому что я прилетел в 6 утра в Питер, а заселение в гостиницу было только в 12 часов дня, и шел дождь, и я зонтик с собой взял, и пришлось взять еще бутылочку коньяку, потому что я понимал, что если я до 2, я не выживу, просто я промокну, простыну, весь фестиваль на смарку, вот, и, значит, вот я ходил, 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 поспал немножко в номере, пошел на спектакль, и тут на спектакле сделал две ошибки, во-первых, что я на него пришел с такими мокрыми ботинками, а во-вторых, что я взял с собой бутылочку газировочки этой самой, карачинской, и вот шел спектакль, мучительные переживания женщин в застенках сталинских лагерей, а из меня выходило по пищеводу, с громким-громким таким скрежно выходили пузырьки, и отогрелись мои ботинки, и женщины начали падать замертво, и с правой, и с самой стороны, от меня, то есть они почувствовали всю сладость, весь ужас лагерей, не только видимым образом, но и запахом, извините за это, ах, ах, дал я сейчас, ах, я сейчас, да, Ну, какой вы зритель, вы уже поняли, а теперь о том, какой вы все-таки актер в театре Афанасьева. Вы с самого начала, или это ваш уже не первый театр? Ну, можно сказать, что я работал дворником в этом помещении, а потом, вдруг там произвелся театр, я в него попал совершенно случайно, в этот театр. Очень хорошо махал метлой, языком, вот, и пригодился в этом плане. Вы шутите? Да шучу, конечно. Вот, вы знаете, мне еще понравилось, когда мы поехали в, куде же мы были, в Тамбове, у нас вот за флит театром предыдущий, очень любила перед началом спектакля, когда нужно готовиться, настраиваться, подойти и сказать, так, пришла пресса, нужно поговорить с ними. Подожди, Лидочка, ну, я сейчас главная роль и так далее, фестиваль. Слабо! И вот пришла какая-то щасовательная женщина с кинооператором, и я, и мне, и, в общем, стало очень весело, потому что я сама ситуация как-то подтопнула к тому, чтобы фантазировать. Например, я спрашивал у меня, скажите, пожалуйста, а вот говорят, что у вас в Новосибирске вот всего два театра, я сказал, вы знаете, у нас на самом деле пять театров, но каждый сибиряк артист, и поэтому можно сказать, что каждая семья, это маленький театр, то есть у нас полтора миллиона таких ходячих театров в Новосибирске. Скажите, пожалуйста, сказала она, а правда, что Гея Кончели, который писал музыку к спектаклю Ханума, он что-то как-то промедлил с сочинением песен, и я ей сказал, да, вы знаете, наш дорогой друг Гея Кончели, ну, и попросили его написать песни к Хануме, а он футбол гоняет, шашлыки жарит, женщинами там веселится, вино пьет, понимаете, и мы, Гея, у нас сдача спектакля скоро, а он говорит, скоро-скоро, подожди, напишу, и вот он написал буквально, говорю, все эти 25 песен написал за одну ночь, и за одну ночь до премьеры все мы эти песни выучили, актеры падали на сцене, уже не спали, не знаю, разучивая все это, и они верили, слушали, и открыл фронт, оно должно было выйти, наверное, я не знаю, там много чего было вообще, как бы скачало. Слава, большой опыт работы не только в театре, но и на телевидении, на радио, я так понимаю, что и в кино, наверное, пришлось засветиться, да? А, рекламы, очень много рекламы. Нет, реклама говорильная, говорилка была и пелка была. И вот недавно я видел... Огнеси, да, ну, в общем, не будем говорить, что, вот, мне там понравилось, как я поработал, потому что это было для меня таким интересным опытом, прямо киношным, для меня лично. Ребята хорошие, конечно, подобрались, творческие, вот, но для себя какие-то вещи я открывал, например, мне нужно было сыграть ученого, который какой-то на доске, мы написали, я не дали мне листочек, и попросили своей рукой написать формулу относительности Эйнштейна. На доске, прямо в университете, мы приехали в университет, зашли в какую-то аудиторию, вот, и я начал своей корявой рукой, там, эти альфы, беты писать, какие-то цифры, там, 54, 224, писал, писал. Я должен был по ходу, как бы, сочинять какую-то новую-новую формулу, но это была старая формула, тот, кто знает, тот поймет. В общем, короче говоря, и у меня не получалось. Вы забывали? Ой, я нет, я никак не мог эту формулу закончить. Я должен был довести ее до ума, формулы Эйнштейна. Ну, на самом деле, как бы, нет, должен был я свое, что-то, как ученый, создать. Но не получалось, я должен был сыграть, что, ах, не получается, поворачиваюсь к столу, значит, хватаюсь за голову, там, листочки были, на которые тоже я лично своей рукой переписал там из интернета какие-то, кучу формул каких-то диких совершенно для меня. Рука устала, деревенела, поэтому было сниматься, снимался, я только все остальные части свое тело, левой рукой и головой, лицом играл. Ну, в общем, короче говоря, и вот я должен сыграть, что у меня не получается. И вдруг я сделал открытие для себя. Никому это, конечно, интересно, то, что я рассказываю, но для меня это было замечательно, потому что я, перед тем, как сниматься в этом ролике, я смотрю, как играет Джек Николсон в «Сиянии». И я понимал, что у него каждый кадр, это мизансцена прямо готовая. Везде он, у него разное лицо, но везде он такое ощущение, что он морду скорчил и «Поехали, снимаем!». И вот, и я вот так немножко сбив все рассказываю, но я вот у него немножко поучился и попытался это все воплотить в жизнь. Вот, и для меня это был очень интересный опыт. Я понимал, что я еще, на самом деле, изображаю, а нужно сыграть, нужно это прожить. Этот маленький момент, этот трагедия, этого ученого, который ничего не может сделать, потом вдруг засыпает, потом ламочка начинает мигать, ему приходит какая-то мысль, и он все, и он справляется. В общем, короче, так вот. Удалось. Я всех запутал, да, Даша? Нет, все было отлично. Сейчас буквально. После окон вернемся. Да, давайте. Вячеслав Шевчук у нас в гостях, актер театра Афанасьева. Разговаривали о том, как перевоплотиться перед камерой, и даже такой опыт есть у Вячеслава. Но про театр все-таки немножко расскажите о своей страсти. Как вы начинали, в каком университете? Дружба народов, конечно же. Ими подвисываю мумбы. Здесь есть такой анекдот, когда, по-моему, лайнер какой-то, значит, потерпел крушение, и все пассажиры оказались на острове с дикарями, и они начали вправо отводить тех, кого съедят, а влево того, кого не съедят. И всех отвели, англичан, французов, немцев, в ту сторону для съедения, а только русского оставили почему-то в стороне для живых, для оставшихся в живых. И все стали возмущаться, те, кого на кухню отправляли. Почему нас съедят, а почему его не съедят? А я ему отвечаю, а наш вождь учился с ним в Москве, в институте по Трисовому. Вот, поэтому, в общем-то... Ах, смешно, как рассказал. Не, насчет страсти, да, конечно, видимо, как и всякое хорошее дело, начинается со страсти, ну, я имею в виду, не буду говорить, что там, ну, семья там и так далее. Ну, и здесь тоже, да, да, очень хотелось быть актером. В школе все говорили, эх, Рыжий, ну ты вообще артист! Вот, и вдруг приехали люди из Ленинградского института театра музыки и кино в Кемерово набирать, в Новокузнецкий ТЮЗ. Вот, и я поступил. Очень был сначала рад, потом не очень рад. Вот, ну, вы же знаете, как это бывает. Думаешь, что будет одно, а в итоге практики тюз. Ну, да, да, совершенно верно. Ну, как говорят, когда поступают люди в театральные, они все гении. На первом курсе все народные артисты, на втором курсе все заслуженные артисты, на третьем курсе все просто артисты, а на четвертом никто. Вот. Ну, вот так, в принципе, и произошло и со мной, и с моим курсом, на котором было очень много талантливых людей, и хороших ребят, и девчат. Из них очень мало кто стал актером. Ну, что ж тут скажешь. Мы поколение потерянное, потому что мы закончили вот 85-й год, там, скажем, до 90-го года, а потом началась эта заваруха в стране. Кинематограф исчез, и нам не так повезло, как тем ребятам, которые заканчивают вот театральные сейчас. Потому что сейчас много сериалов всяких. Есть возможность и там, и там, и там, всякие кастинги. А тогда пустота была, ничего. И только театр, если ты за него каким-то образом хватался всем своим существом, он спасал. Он помогал профессию обрести и остаться на плаву, в общем, в какой-то степени. Давайте проиллюстрируем то, как вы держитесь на плаву сейчас. Можно попросить вас стихотворение почитать. И что это будет за... У меня есть любимый поэт, Тимур Кибиров. Вы знаете, я совершенно тупой. Я когда так рано встаю с утра, но актеры такие люди, они ложатся поздно спать, и поздно лучше им вставать. Поэтому, если что-то напутаю, Ну, не так уж все и хорошо. Ну, и настолько все и плохо. Наконец-то дождь кутул прошел. Там, глядишь, и кончится эпоха, в коей нам с тобой вышло жить. Оглянешься, мать моя родная, я бы рад примером послужить. Да чего примером, я не знаю. Может, выживание, еще, может, благодарности, немножко, знание, что вот это хорошо, облака и солнышко в окошке. Ю-ху! Спасибо большое. Я не сбился, не забуду, за какой молодец. По поводу сейчас, чем вы занимаетесь сейчас в театре, над чем работаете, какая ближайшая премьера с вашим участием? Что-то вот такое актуальненькое нам. А вот она была, премьера. Так. Гениальный режиссер Саша Баркман. Вот у нас в театре с режиссурой все просто и прекрасно гениально, начиная с Сергея Николаевича, который родил этот театр. И вот, и все друзья у него, вот и Саша Баркман приезжал, которого я очень люблю и знаю давно, потому что у нас, у нас корни ленинградские, он учился там же, где я, но он коренной, а я-то, так сказать, молочный, ленинградец. Вот, меня вырвали оттуда очень давно, и, в общем, вот я в винтили-привинтили, заштифтовались в Новосибирске. Что за спектакль? Утиная охота, утиная охота, вот, с гениальными актерами, с Андреем Яковлевым, который играет Зилова. Очень хорошая команда, отпочковалась от всей большой, большой нашей команды театральной и сделала, родила этот замечательный спектакль. Я приглашаю всех. Ваш герой там, каков? Похож ли он на вас? Мой герой? Да, конечно, похож, потому что практически все, скажем так, образы мирового театра, это я. Я могу бы сказать, кого угодно. У вас нет там плуа какого-то, да? Вы можете все. Вы знаете, хотелось бы мочь все, но, увы, я не из тех. Есть актеры, которые, правда, могут все. Актеров же много. Вот как-то раз я отвлекусь от премьеры, приглашаю всех на спектакль «Тинная охота». Я думаю, что будете впечатлены. А о чем, что-то я хотел там сказать. А, да! Много актеров, да? Да, как-то раз одна знакомая женщина попросила, чтобы я прорезутировал ее племянницу в плане того, вот она хочет поступать в театральный. Пришла такая роскошная женщина, такая, такая кармен, такая черная, губы, красные волосы, наоборот, то есть, значит, такая вся роскошная. Сейчас как раз так тоже бывает. Ну да, я понимаю, так что я не сильно погрешил, да, против картинки, вот, нынешней. Вот, и она ожидала, что, очевидно, я гляну на нее и скажу, ну, конечно, идите, поступайте и так далее. А я, меня вдохновение посетило, и я даже не могу сейчас вспомнить точно, насколько я ей подробно описал весь путь, который ждет человека, поступающего в театральный институт, желающего стать актером. И самое главное, что я сказал ей, вы поступаете, конечно, но поймите, если вы поступаете ради какой-то славы, что вы ждете, что вас ждет, извините за автологию, признание, успех, какие-то лавры, сладость от игры на сцене, баснословные гонорары, гонорары, телесериалы и каннские фестивали, вот, это, конечно, все может быть, все может быть, бывает в жизни у людей у каких-то, это такое счастье. Кто-то же выигрывает в универею. Кто-то же, да, 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 но, если вы идете из-за этого, вы можете проиграть, вы можете, очень сильно ушибиться и ошибиться, идти в эту профессию, как, наверное, в любую, конечно, профессию, можно только по любви, если любишь ее, ну, больше, не знаю, всего в жизни, ну, вот как мы говорили о страсти, да, вот, должна быть, ну, не то, чтобы страсть, а должно быть, ну, это Богом, это дано Богом, когда человек вдруг, просто вот он, он появляется на сцене, и от него глаз не оторвать, вот он что бы ни делал, даже ошибки какие-то он делает, они все туда, в копилочку, туда, в правильном направлении, вот, и она выслушала меня так скептически, заплакала и убежала на шурфу, она оплатила сок, который я губил, вот, и пока я удалялся, в одно из мест в этом заведении, я пришел, она ушла, но потом через год я встретил эту бабушку, и спросил, как девочка, она не стала поступать, вот так вот я, потеряла Россию, возможно, да, возможно, да, а потом, потом у нас снова станет актриса, и когда уже будет интервью, через несколько лет скажут, вы знаете, я бы, может быть, даже раньше стала звездой, но вот там, мне не попался, тогда, наговорил, да, спасибо большое, Вячеслав Шевчук был у нас в гостях, актер театра Афанасьева, приходите на премьеру, уйти на охоту, спасибо, и мы тоже всем говорим спасибо, слушателям студии Радио 54, для вас работали Талаваева Настя, Александр Часоветин, Виолетта, будьте здоровы, всем добра и позитива, живите интересно, пока, пока,